Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной Смей. И сегодня, девочки, я вам покажу свою инвентаризацию, да, уже Павлова-Пасадских палантинов, набивных. Мы посмотрим, что у меня есть. Да, и я продолжаю делать распродажу изделий Павлова-Пасадской мануфактуры из шелка. Я продаю шелковые платочки из Крепдешина и из Атласа. По цене из Крепдешина 200, из Атласа 2300. И в конце видео, это обязательно видео досмотрите до конца, я покажу, что у меня осталось. У меня девочки купили 4 платочка, вот, и поэтому они обрели своих счастливых хозяек, и я, в общем, довольна. И самое главное, что довольна покупательницей. Итак, ну а сейчас давайте с вами вернемся к нашим палантинам. Я сегодня преобразилась вот в такой романтический образ с крылышками, крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней ворогушек, прыг-прыг-прыг-прыг, ну и так далее. И первый палантин, который я хочу вам показать, вот, который очень сочетается с таким ягодным рисунком и макияжем, который я сегодня попыталась изобразить. Это у нас палантин художник Ирина Додонова «Вальс Бастон. Седьмой колорит». Очень мне понравился. Я его приобрела в прошлом году у Ирины в магазине Павлова Посадской мануфактуры, проспект Просвещения, дом 28. И посмотрите, какой он красивый. К сожалению, его какое-то время, может быть, он был. Я, знаете, как всегда, на сайте рассматриваешь, не увидишь этой красоты. Но когда я делала примерки у Ирины и выбирала себе палантин, когда я увидела, накинула, я поняла, это моё. Ну, посмотрите, какой красавец. Очень мне нравится. Седьмой колорит такой вишнёвый, бургундия, бордовый. Такой, знаете, очень интересный, красивый, привлекательный. Девочки, когда после моего обзора побежали сразу же за ним. Ну, не знаю, кому хватило, кому не хватило. Если купили, напишите, пожалуйста. Ну, действительно, очень красивый палантин вальс-бастон. Ну, посмотрите, здесь и красивая кайма. Здесь красивое сочетание цветов. Очень благородный и достойный вариант. Вот это такая, знаете, вот эти какие-то интересные такие огурчики. Очень интересные, симпатичные. Сочетание узоров. Вообще, красивые краски, красивый колорит. Вот очень интересные вот эти сероватые сочетания серого, розоватого и основного цвета, такого густого, тёмного бургундия. Но прекрасная накидка. Прекрасный накидка, прекрасный палантин. Можно на голове, пожалуйста, повязать. Здесь несколько оборотов можно сделать. Вот за что я люблю палантин. Смотрите, просто, вот, ну, немножко надо, конечно, распушить. Вообще, сочетается очень хорошо со всем. Такая классика. Благородное, прекрасное изделие. Сейчас я замотала в один ряд. Можно замотать в два ряда. Вдвойне сделать намоточку. Ну, посмотрите. И на голове, и на шейке. Красиво здесь можно уложить. И на грудь хватает. Посмотрите, размеры позволяют. Здесь у меня, видите, ещё, просто один конец побольше, другой конец поменьше. Но если надо это всё как бы урегулировать, будет очень красиво. Смотрите, как на голове смотрится, у лица очень благородный. Благородный, красивый палантин. Если найдёте в продаже, даже берите, не задумывайтесь. Чудесный, смотрите. Очень красивое сочетание. Далее. Этот палантин был куплен в прошлом году. Я его ношу с огромным удовольствием. Очень нравится. Тёпленький. Вот как раз на лето, допустим, на весну, на осень. Очень хороший вариант. И у него же есть собрат. Но этот палантин Вальс Бастон, 18-й колорит, художник Ирина Датонова, я купила уже давно. И до сих пор с удовольствием ношу. Он в прекрасном состоянии. Да, здесь очень хорошие краски. Очень хорошее сочетание. Но здесь уже, знаете, такой, ну, такой, знаете, как бы парадно-выходной вариант. Здесь побольше тёпленького. В прошлом, ну, вот в палантине в седьмом колорите мы с вами видели, что там больше такого ягодного. Вот даже я хотела показать вам, знаете, такой цвет хаки. Очень красивый, такой серебристый. Ну, то есть он как бы такой прохладненький. Больше прохладненький. То этот вот, ну, просто золотица, чёрный, на чёрном прекрасное сочетание. Здесь и красное, здесь и оранжевое, и коричневое. Оно такой тёплый-тёплый. Тёплый вариант. И тёплый вариант в смысле ношения. Хорошая ткань. Но она колюченькая. Она колюченькая. То есть это ещё, наверное, у меня осталось где-то этикеткой, надо посмотреть. Но это не шерсть Меринос. Это всё-таки обычная стопроцентная шерсть. Но тоже очень тёплый. Носила на выставке. Носила на работу. Носила на филармонию, на концерт. Ну, шикарный, шикарный палантин. Ну, здесь вот такая чёрная кайма. Красивые сочетания. Тоже такие, вы знаете, яркие, сочные. Тут, конечно, седьмой колорит-то поспокойнее. Да. Этот поярче, но тоже хорошо сочетается с классическим пальто. И, допустим, там с плащом. Ну, в общем, различные варианты. Какие найдёте, он всегда будет уместен. Единственное, что здесь, если не хотите чёрное, здесь надо как-то, знаете, немножечко его рисунок, немножко, так сказать, подобрать, подогнать. Да. Потому что он, возможно, здесь будет у вас, как бы, вот, кого останавливает чёрный цвет. Но не бойтесь, его, в принципе, вот здесь можно где-то подвернуть. Да, вот так. Сделать складочку. Сделать складочку. Выпустить палантин на волю. Немножко его расправить. И, в общем, ну, есть разные варианты. В общем, я могу сказать, что смотрится очень красиво, благородно. Я знаю, что многие девочки покрывают голову, когда идут в церковь. Ну, вот как палантин очень хороший вариант. Вот. Поэтому я вам советую. Вот. И третий палантин. Не так уж у меня их много. Вот. Было у меня ещё парочку палантинов. Ну, после примерки я, как-то, появились желающие, я продала. Вот. Оставила себе вот только вот эти палантины. Три палантина. Пока ничего не покупаю. Из палантина, только из разреженной шерсти. И вот этот великолепный палантин, который я уже показывала вам в обзорах, о котором я говорила, которому, ну, я уже вот этому палантину, Елены Фаворитовой, художник, палантин. Номер не скажу, надо уточнять. Обольщение. Обольщение красный. Есть. Я показывала несколько вариантов этого палантина, которые сейчас представлены в магазине Павлово-Пасадской мануфактуры на проспекте Просвещения, дом 28. Можете посмотреть эти видео. Буквально недавно я опубликовала их. И там много вариантов. Там есть и синий, и красный, и такой розоватый. Потом там есть палантин «Город золотой» Елены Жуковой. В общем, большой выбор. Можете подобрать. И самое главное это примерить. Ну, и вот обольщение. Очень мне нравится. Тоже купила после обзора. Да, делали мы обзоры. Это я уж не помню, какой. В 2018 год мы делали, по-моему, обзоры. И вот этот красный палантин просто, понимаете, как какая-то мантия меня окутала. Я просто была в восторге. Я его демонстрировала. И была, вы знаете, он так ударил в голову. Такой красавец, такой красивый красный цвет. Поэтому здесь вот, я уже говорила о том, что такая двуцветная шелковая бахрома. Здесь у нас красивые узоры, которые переходят вот в такие узоры. Такой более мелкий, насыщенный рисунок. Но вы понимаете, конечно, здесь вот такая красивая по периметру кайма идет. Вот тоже вот опоясывает платок вот здесь, здесь. В общем, достойный вариант, девочки. В любом колорите, какой захотите. Хотите, берите яркий. Хотите, берите синий. Хотите, берите такой розоватого-пудровый. Но я хочу сказать, палантин великолепный. Вот, то есть, вот тоже на голове носить. На голове я показывала. Давайте я вам покажу, как можно носить, если сложить пополам. Чтобы он был двойной. Тоже хорошие размеры, девочки. Очень хорошие. То есть, вот наматываете. Он легкий. Он хорошо допируется. Вот, в общем, можно сделать, как бы, здесь еще подвернуть шейку, да, допустим, да. Уже, как бы, получается, сколько здесь рядов. Уже потеплее. Можно немножко подтянуть. Да, можно вот здесь с пальто скомбинировать. Или с курточкой выпустить наверх. В общем, девочки, достойная вещь. Очень хорошая. Да, и вот выпускаем, да, и свое же лицо. Посмотрите, как оно преображается. Это уже как-то подсвечивается, становится ярче, свежее. Ну, в общем, девочки, очень хороший вариант. Вот такой палантинчик. Ну, с длиной нужно поработать, конечно, так немножко подогнать. Вот. Но, как вариант, девочки, очень хороший. В общем, я очень люблю палантины. Вот. И надеюсь, что, может быть, если появятся какие-то новинки, я еще себе что-то приобрету. Ну, и давайте мы подведем наши итоги по палантинам. Итак, вальс Бастон. 18-й колорит. Старичок в моей коллекции. Но в прекрасном состоянии. Любимый, красивый, с удовольствием ношу. Вальс Бастон. 7-й колорит. Моя, надо сказать, недавняя покупка. Прошлогодняя. Палантин. Обольщение. 55-й колорит. Вот. Тоже мой старичок в моей коллекции. Ну, разве посмотрите на его внешний вид. Разве скажут, что это старичок. Единственное, что может быть немножко, знаете, бахрома кучерявится. Но я не придаю этому большое значение. Вот. Но в целом очень хорошо. Вот я стою сейчас. Мне так комфортно, хорошо. И меня все греет, согревает. Итак, девочки, у нас остались с вами шали, которые я постараюсь в ближайшее время вам показать, снять видео, показать, чтобы не затягивать в долгий ящик. Спасибо большое, девочки, что вы пишете комментарии, что вам информация, которую я предоставляла для вас, полезна. Спасибо большое, что вы посмотрели видео, которое мы снимали на природе. И не только на природе. Вот, буквально там за последние, можно сказать, несколько недель мы проделали огромный объем работы. Вот. И показали вам и шелк, и палантины, и малышей 89 на 89. И изделия шелковой бахромой, шерстяной бахромой, разных размеров, великолепные шали. Я надеюсь, что вы что-то обязательно себе найдете. Но и самое лучшее, если вы придете в наш любимый магазин, примерите, посмотрите и уже определитесь с вашим окончательным выбором. Ну и хочу сказать, что я здесь разбирала свой гардероб павлово-пасадских изделий. И мы с вами вместе сравнивали, смотрели, что лучше, что хуже. Спасибо большое, девочки, за советы, которые вы мне дали. Да, они бывают полезными, такими интересными, многогранными. Я вам очень благодарна, что вы поучаствовали в дискуссии. Вот. Ну и я могу сказать, что женщина ко мне... Мне написала один комментарий, что после моего показа пошла россияночку. Она приобрела 14-й колорит. Это крепдышиновый платок. И он мне показался немного тонковат. Я не знаю, девочки, я сейчас не могу сказать ничего про качество. Вот про нынешнее. Могу сказать, что вот, например, я... Изделия, которые я продаю, павлово-пасадская мануфактура, например, россияночка у меня уже уехала. Да. На Урал. Она сейчас, так сказать, в пути. Так вот, я могу сказать, что это изделие 19-го года. И у него очень хорошее качество. Еще старыми... Со старыми этикетками. Поэтому я не знаю, не могу говорить голословно. Надо смотреть, надо сравнивать. Я хочу сказать, что изделия, которые я продаю, они действительно вот хорошего качества. Ничего не могу сказать. Вот, например, да, Наталья Белокур, Планета цветов. Платок 20-го года. Вот, хорошее качество. Честно, я даже его думаю себе оставить. У меня была женщина, которая хотела купить. Но она что-то там напутала с ценой. Я ей сказала по одной цене. Она неправильно поняла. Ну и, в общем, резко отказалась. Ну, отказалась, отказалась. Я же ничего не могу сказать. Вот, хотя там разница была минимальная. Но она так все быстро решила купить. Потом быстро решила отказаться. Ну и в результате платок остался у меня. Ну и я, честно, вот как-то думаю, может мне его оставить себе. Потому что он действительно очень хорош. Но если найдется покупатель, продам. 2-300 девочки. 2-300. Атлас, он всегда дороже. Крепдешин, он дешевле. 20-го года отличный вариант. Пожалуйста, кто хочет. Дальше. Девочки советовали мне вот этот платочек оставить. Но, как бы, он 2019 года. Тоже хорошее качество. Крепдешина. 2-100. Если найдется покупатель, пожалуйста. Не найдется, буду сама носить. Я хочу максимально, так сказать, если получится, продать. Если, ну, если что-то останется, либо подарю, либо буду носить сама. Ну, у меня много изделий Павлово-Пасадской мануфактуры из шелка. Поэтому я, вы понимаете, тоже физически не могу все это охватить. Жадничать я не хочу. Тем более, я еще наметилась на покупку платка с коробей. Может быть, даже в двух колоритах. Но еще пока не знаю. Надо подождать. Жду, когда приедет в магазин этот платок. И хочу померить. И потом уже, извините, приобрету. Ну, вот. Дальше, девочки. Отличный платок, который тоже мне очень нравится. Это у нас коралловый бриз. Четвертый колорит 20-го года. То есть старая печать, старые этикетки. Пожалуйста, очень хорошее качество. Я не могу сказать, что это тонкий крепдешин. Нет, нормальный, хороший, качественный крепдешин. Найдется покупатель, пожалуйста. И атлас. Атлас у нас 2-300. Атлас всегда дороже. Если у вас какие-то есть сомнения, то, пожалуйста, вы можете всегда перепроверить информацию о том, что атлас, а что крепдешин на официальном сайте. Вот. Поэтому мне нет смысла вводить кого-то в заблуждение. Я говорю, как есть. И вот так называемый любимец многих. Урбанистический стиль. Это у нас уже 23-й год. Но я хочу сказать, хорошее качество. Хорошее качество атласа. Примеряла, смотрела. Красивый платок с новой этикеткой. Ну, 23-й год. Начало года. 23-го. 11-й, 01-й, 23-й. Если найдется покупатель, пожалуйста. И, в общем, еще у меня два изделия из шерсти я хочу продать. Немножко БУ. Морская царевна, 12-й колорит. Да, правда, путь с ней, естественно, дешевле на тысячу, вот, чем на официальном сайте и в официальных магазинах. И тоже хорошая шерсть 20-го года, девочки. Сейчас, конечно, все меняется немножко. Меняется структура, меняется качество. Я не говорю, что оно хуже становится, но оно меняется. Вот. Если раньше, например, большой дефицит была шерсть мериноса, и ее использовали только, допустим, в каких-то элитных шалях, шалях, платках там, ну вот. То сейчас она, в общем, на постоянной основе. Ну, и качество тоже бывает разное. Мы, например, когда когда-то снимали видео про павлово-пасадские платки, ну, это ее года два тому назад, некоторые шерсть электролизовалась, некоторые шерсть была очень такая прозрачненькая, как марля. То есть, ну, это очень, так сказать, индивидуально, надо, конечно, смотреть. Но это, вот это была новинка 20-го года. И вот еще качество очень хорошее. Вот. И очень хорошее качество вот этой шали, я могу сказать. Медальоны, нулевой колорит. Вот. Продаю по цене прошлого года. Вот. Если найдутся желающие, вот я хочу сказать, вам несказанно повезет. Потому что, во-первых, хорошее качество, хорошая шаль, красивая шаль, нарядная шаль. Уже ее демонстрировала не один раз. Вот. И еще хорошая цена. Вот. Поэтому очень выгодная покупка. Надумайте, пишите. Оставлю телеграм-канал. Девочки, как бы у меня так получается, что в телеграм-канале, когда вы заходите, такое впечатление, что пустота. Там ничего нет. Но вы, пожалуйста, не теряйтесь. Если вам что-то надо, пишите в чат. Я вас увижу, что вы написали. Обязательно вам отвечу. И в чате отвечу, и в личку отвечу. И мы с вами там уже будем общаться. Друзья мои, вот такие палантинчики у меня. Вот так, то, что я продаю. Если кому-то интересно, обращайтесь. Я считаю, что это очень хорошая покупка. Потому что я вот смотрю, даже вот и косметику я продаю. Да, можете заглянуть, посмотреть. Все дорожает. Инфляция. 18% банк нам поставил ставку. Вот. И все, 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 все дорожает. Даже я смотрю цены на косметику. В прошлом месяце, в июле была одна цена. А сейчас уже все. Тихонечко, на немножко, ну повысили. На пару тысяч всего, так знаете. Вот. Поэтому, как бы, не теряйтесь. Не теряйтесь. У меня есть хорошее предложение по косметике. Я уже об этом рассказывала в предыдущих видео. У меня хорошее предложение по платочкам. Девочки покупают. У меня купили уже, так сказать, и забронировали большое количество парфюмов. Вот. Которые я выставила на продажу. Один парфюм ушел сеслей в Москву. Другой парфюм вот забронировали. Еще один парфюм забронировали. Третий парфюм забронировали. В общем, все, как бы, раскупается, девочки. Потому что, ну, люди понимают. Да, толк. Да, и в ценных, и в парфюмах. И в платочках, и в косметике. Поэтому, если что-то, какие-то есть вопросы, пожелания, вы хотите что-то обсудить, пожалуйста, в телеграм-канале. Да. Все. Палеточки дома Форда продаю отличные. Конечно, я вначале погорячилась. Их вы хотела продать за пять тысяч. Но я потом поняла, что нет, ребята, это, ну, таких цен нет. Вот. Давайте адекватно смотреть. И, кстати, я сегодня, вот, многие боятся вот этой палеточки Смоки Черри. Да, что она такая вишневая. А я сегодня сделала макияж. И посмотрите, не так страшен черт, как его молюют. Да, в общем, намалевалась я хорошо. Вот. Вот я сделала такой показ специальный для вас, что вот эту палеточку я продаю. Она немножко б.у., но очень-очень все аккуратно, чистенько, с хорошим сроком годности. Поэтому, если найдутся желающие, у меня еще парочка палеток. В таких прохладных тонах розы Тиасы красивая, матовая. И еще зимняя палетка. Там тоже очень красивые носибельные цвета. И блестяшечки есть очень такие аккуратненькие, мелкие. И цвета носибельные. В общем, я все показываю. Видео смотрите. Вот. Поэтому я хочу сказать, вот эту палетку я продаю за 6,5. Ну, могу подвинуться. Поторгуемся. Поторгуемся. Да. Хорошему человеку выступлю. Поэтому. Потому что это выгодная цена. Сейчас таких палеток уже нет. А если есть, продажа по 9-10 тысяч девочек. Ну, что вы хотите. Цены растут. Инфляция. А дальше еще будет больше. Так что вот так. А с вами была Анна Смит. На канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайк. Хорошо, когда женщина есть. Леди дама, сеньора, феллина. Вы мой ангел. Вы мой идеал. Моя звездочка. Ягодка. Рыбка. Зубки жемчуг. А губки корвал. Хорошие также берутся. И улыбка. Я таких никогда не встречал. Пусть исправится эта ошибка. Короче говоря, девочки. Держим себя в тонусе. Красимся. Одеваемся. Наряжаемся. Подписываемся на канал. Оставляем комментарии. Ставим лайк. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok